Меня зовут Комнатьев Анатолий Юрьевич, я являюсь представителем союза кинографистов Архангельской области с 2016 года. Сейчас я занимаюсь воспитанием молодежи, производством кино, руководитель фестиваля Кеновижн. Первое, что хотелось бы рассказать, это про наш проект, который у нас был, это Сашка Деник-Залдата. Это был проект с самой известной, самой крутой командой, когда-либо приезжавшей в Архангельскую область. Руководитель проекта и продюсер-режиссер у нас был Кирилл Зайцев, всем известный актер, режиссер теперь. Дальше оператор Владимир Климов, художник-постановщик Ирида Шульц и другие очень известные творцы, кинодеятели нашей страны. Наша Архангельская область очень большая и она имеет размер где-то одна Франция, даже больше, чем одна Франция. Поэтому найти локацию не так просто, но их, этих локаций, очень много. И была задача найти деревню, самобытную деревню разрушенную, выжженный лес и нужно было найти часовню деревянную. И, соответственно, как бы все это должно быть, в принципе, в одном районе, чтобы не было длительных переездов, что усложняет съемки. И мы поехали туда, где есть деревянные церкви, где их большое количество, где можно выбрать. На самом деле Каргопольский район мы теперь знаем больше, чем вокруг Архангельска, потому что мы изъездили там все, каждую деревню, каждый оголочек, закуточек и тому подобное, где можно просто было даже ползком проползти. Мы не только на машине, несколько раз застревали. Затем, после того, как мы определили примерно вот часовинка, рядышком была деревня, и мы решили туда поехать. И эта деревня была расположена ровно вокруг пруда, большого пруда. Затем этот пруд ушел в Карстовые пещеры, и эта деревня стала вымирать. И при том, если деревня круглая, ты сам понимаешь, что ты можешь снимать в разные стороны, в разных частях этой деревни, и будут разные деревни. Дальше начался процесс подготовки, долгий-долгий процесс подготовки, где мы согласовывали все, все-таки дома, все, которые в этой деревне, они еще в собственности находятся. Один нашли жилой дом, где устроили штаб, ну и, соответственно, начали подготовку, искать оборудование какое-то, еще что-то. И где-то в конце февраля, за неделю, за две недели до съемок мы приехали и начали уже съемки, где-то в начале марта. На самом деле не так все просто, но и не так все сложно. Если есть желание снимать хорошее кино, особенно на территории Архангельской области, всегда можно получить поддержку от правительства Архангельской области, грантовой деятельности, а также от коммерческих структур. На этом этапе правительство Архангельской области понравился проект и частично на старт проекта нам дали часть финансирования. И затем грантовая поддержка. Вот сейчас мы выиграли президентский грант, где мы будем доделывать этот фильм. После этого фильма мы начали более серьезно разговаривать о создании кинокомиссии в Архангельской области. И после ряда встреч, после круглого стола, который в конце 2020 года был, было принято решение, что кинокомиссии были сформированы определенные условия, при которых кинокомиссия будет выдавать ребейты на возмещение с производства в Архангельской области. И кинокомиссии должно быть три. Составляющие это потратить деньги в регионе, что естественно, обязательно должен быть местный колорит какой-то присутствовать в фильме. И обязательно, чтобы присутствовала молодежь на съемках в качестве волонтеров, чтобы дальше ребята готовились, звучали и практиковались в области кино. Такое, скажем, научение, обучение идет. Для того, чтобы мы могли молодежь свою воспитывать, у нас есть проект. Это творческий кинофестиваль, творческий практический кинофестиваль для молодежи «Кеновижн». Мы в течение года ездим по Архангельской области, показываем коротноэтажное кино дебютантов российских. И затем мы проводим мастер-классы, где отбираем ту молодежь, которая хочет, желает, показывает свои какие-то проекты. Отбираем среди них лучших и везем в лагерь, где они неделю живут с режиссерами, которых мы привезем, с звукочами, с актерами, с операторами. Они пытаются снять свое первое кино, идя полностью по циклу от зарождения идеи до показа этой широкой публики и защиты своего проекта. И в прошлом году у нас тоже был фестиваль, мы сделали рекорд, это 13 фильмов было снято. Поэтому такая идет прокачка молодежи, где мы пытаемся их внедрить в творчество, лишив их мобильника и возможности общения с внешним миром, где они творят, именно в этой деревне, в этой локации, нигде-либо. После этого, когда они приезжают домой, на следующий день они хотят уже ехать снова, потому что это что-то новое и неизведанное для каждого, кто в области живет. Сейчас, после этого, у нас прошли уже разговоры о том, чтобы готовить специалистов среднего звена. У меня было общение с колледжем культуры, где, возможно, что сентября какие-то все-таки курсы откроются, где среднее звено будет учиться уже здесь, без выезда в Питер. Субтитры подогнал «Симон»!